Привет! Сегодня мы с вами отправимся в увлекательнейшее компьютерное путешествие. Ваши ПК-шные воспоминания. Вспомним, каково оно было тогда, и, кстати, поймем, что не так уж и многое изменилось. Все дело в том, что ситуация с эмуляторами сейчас немножко изменилась, и теперь, помимо всем привычных виртуальных машин, появились еще те, которые эмулируют старое железо буквально, включая прошивки биоса и физическую работу процессора. Я подумал, что мимо такого проходить нельзя, и решил рассказать вам о своем компьютерном прошлом. На личном примере. Тем более, что начинать мне пришлось с ДОСа. Мы затронем промежуток с 97 по 2003 год, за который я успел попользоваться MS-DOS, Windows 98, Windows 2000 и XP. Эти четыре системы и рассмотрим. На примере подготовленных виртуальных машин с софтом, играми и интернет-страничками того времени. Сейчас вам точно олдскула сведет, заваривайте чаек. А чтобы лучше и глубже погрузиться в ностальгию, я откопал вот такой скромненький, конечно, 17-дюймовый LT-монитор. Причем купил первый попавшийся, еще удивился, что 1000 рублей за подобный, ну как-то даже многовато, их бывает по 500, по 300 или бесплатно раздают. А оказалось, что монитор-то навороченный, начало 2000-х уже, с поддержкой sRGB и вообще не монитор, а ну просто золото. С кучей настроек еще. Теперь пара слов о той самой программке, которая позволяет эмулировать не только ось, но и классическое железо. Называется она PCM, довольно старенький уже проект, разработка началась еще в 2007 году, и несколько лет назад ведущий-разработчик просто из проекта ушел, новая версия больше не выходит особо, ну и, собственно, вот что здесь имеем. Ищем прям на просторах сети ROM необходимого железа, лучше всего работает Pentium MMX 223, можно, в принципе, завести и целером 533, но железо для него нужно прям какое-то суперлютое, все-таки вся эмуляция происходит всего на одном ядре, и частота ему нужна прям огромная, чтобы просадок в скорости эмуляции не случалось. Но главная фишка PCM в том, что помимо процессора, он эмулирует видеокарту, вплоть до Voodoo 3, а все эти ваши виртуал-боксы 3D-акселерацию видеокарт на старых системах не поддерживают. Ну, вернее, я неделю пытался их завести, мозг убил, акселерация вроде как, пишет, заработала, но игры с ней работать вообще отказываются, или артефакты, или не запускаются, или, короче, в омне. Таким образом, у меня на руках 4 виртуальные машины. Две из них на PCM, две на виртуал-боксе, ибо более современные версии Windows второй пенсиум уже не тянет. Ладно, хватит лирики, переходим к ностальгии. И начнем со старого доброго DOS-а, с которым я познакомился в конце 90-х на своем первом компе с Intel Pentium 3 800. Никакого графического интерфейса, только хардкор. Для запуска чего-либо и вообще взаимодействия с файлами нам необходимо знать и использовать команды, типа DIR, CD, CLS, Copy, MD и их атрибутов. Как я разобрался с этим всем в 4 годика, я не знаю, но на помощь пришел тогдашний прадедушка Total Commander, Волков Commander, который на самом деле является облегченным клоном Нортон Commander, создал его Всеволод Волков еще в 94-м году, выходит программа «Мы ровесник». С ней все заметно проще, ее запуск прописывается прямо в AutoExec, так что она автоматом запустится при старте системы, настраивается как душе угодно, и даже мышка работает, если драйвер поставить. Так я в свои 4 годика по папкам и бродил. Правда, мне хватило только одной с названием Games. Первой моей игрой на ПК был Марио и Луиджи, того же 94-го года, в принципе. И до сих пор помню первый уровень, потому что в детстве я его так и просто не прошел. Только сейчас случайно узнал, что там еще и спринт, оказывается, есть, а в детстве не знал, поэтому просто банально не мог перепрыгнуть большой водопад. Дурак. Потом была игра Lost Vikings, или потерянные викинги. Ох, эти странные детские чувства тревожности, просто из-за каких-то там графических элементов и звукового сопровождения. Реально, как будто в Dead Space играл в полной темноте. Три викинга, между которыми можно переключаться, каждый со своей способностью, и уровень с головоломками, где всю троицу нужно привести к точке выхода. Вот в нее я залипал прям очень долго. Уровни до третьего прошел точно. I live again. I live again. Blood. Не то, чтобы играть в игрушку с названием «Кровь» в таком возрасте было нормой, но вырос я психологически здоровым. По крайней мере, вроде как. Играем, как я понял, мы за восставшего вампира, который убивает всякую нечисть. С кровякой, естественно. Чисто Doom, только про кладбище и скелетов. Like. Open for business. Потом в моей жизни появилась та самая первая GTA, и я полностью пропал. Потому что представить нечто подобное тогда было прям вау. Конечно, я никогда ее не проходил, но типа миссии 10 выполнял и славненько. На танке покатался, да и вообще тут даже не в миссиях. Просто кататься по городу, изучать его и... искать танк. Кайфули. Кто-то, конечно, тогда играл в Quake, кто-то в Doom или Дюк Нюкем. Легенды. Столпы игростроя. Но я о них узнал уже позже. Кто-то играл, например, в легендарные Lines. М? Тяни сюда. Тяни сюда. Как в нее это играть-то, я уже не помню. Конечно, были и программы, но у меня они были неинтересные. Мама там что-то делала в бухгалтерской программе под названием «Баланс» на пяти дискетах, да и все. А вообще на DOS был Суперкалк, аналог Excel-а. Потыкал даже прикольно. Или текстовый редактор «Слово и дело». Причем какой-то прям навороченный до нельзя. Но лично я этими самыми софтинками не пользовался. Но кайфовал с установки с дискет. Этим занимался я. И все эти жужжания, пики, пуки, писки. Лампово, конечно, было. Следующей эпохой, хоть и ненадолго, для меня была Windows 98. О, это звук. Блин, как ножом по сердцу. Тут уже нифига себе. Полноценный графический интерфейс. Везде можно тыкать. И, кстати, сейчас, запустив ее на виртуалке, я даже удивился, насколько схож опыт использования в сравнении с современными версиями Windows. Знаменитая заставка «Лабиринт», темы, анимация раскладывания пуска. Ммм, просто. Я продолжил играть в игры, чем мне еще заниматься в 5 лет. И тут мне компанию составлял Кузя, с ведьмой похожей на Лолиту. Милявскую. Клянусь, я все детство думал, что это она была. Ты тоже? Охеренная игра, если бы я мог пройти хотя бы один уровень до конца. Но мне не хватало мозгов. И, играя сейчас, кстати, я понял, почему. Вы вообще видели эти подсказки? Насколько я должен их запомнить? Как я должен фотографировать, записать? А, быстрее! Лево-право! Непонятно! Совершенно! Опа-опа! Какой первый поворот? Все, я проиграл. Эй, дружище! Так мы быстро проиграем! Потом у меня был хоррор похлеще викингов. Гном. Настолько там была гнетущая атмосфера. Вот эти вот противные сигналы корабля, строгий абсолютно женский голос, звук ветра в пустыне и ощущение постоянной опасности. Потому что сражение – это нечто нереальное и супер-хардкорное. Просто ужас. То есть, сложность еще запредельная. Дальше третьего уровня я не заходил никогда, но на роботах разных было круто кататься. Жаль, что очень страшно. Эмоций было куча. Терпел страх, но кайфовал. Тогда же я днями просиживал «Форс-21». РТ-стратегии войны Китая и США, где ты управлял колоннами техники и выполнял некие задачи и миссии. Открывая новые миссии, получал новую технику. Но почему-то в детстве и в этой игре было страшно. Потому что когда попадался противник, мало ли вдруг там буквально два выстрела и все, там страшно, ты один в тишине, озвучка еще. Но зато когда доходил до миссий с авиацией и вертолетами, ооо, это было просто супер кайфово. Тогда же я играл в настолько наркоманскую игру, что для нее это скорее даже комплимент. Тараканы. Королевская битва в 2D тех годов, на самом деле. Правда, на жирной, немытой советской плите и под русский рок. Жесть, не то слово. Еще и режим с гонками есть. Максимально вообще странная вещь, но таракан с базукой в грязной хате, это всегда интересно. Особенно, когда есть мультиплеер. И даже локальный. Здесь уже, естественно, были какие-никакие полноценные программы. Офис 97-го года, да? Тут тебе, в общем, реально знакомый, да? Борд с Excel, PowerPoint тоже есть. И та самая бесячая всех скрепка, которая выскакивала просто по поводу и без. В остальном стандартный офисный пакет. Все на привычных местах. Курсач писать можно. У модных ребят был Photoshop аж пятой версии. И, блин, кстати, он вообще один в один, что современный. Просто функционала поменьше. А так берешь фотку ЖИКИ и обрабатываешь спокойно. В те же времена был уже и CDC для удобного просмотра изображений. Я, кстати, до сих пор им пользуюсь. Total Commander, который с того времени уже был совсем знаком. Но очень скоро 98-я винда на моем ПК сменилась на 2000-ю. И вот это уже вау по-настоящему. С одной стороны, внешне все то же самое. Но под капотом уже не DOS версии 7.1, на котором основана 98-я, например, а ядро NT пятой версии. По сути, это почти XP. У него был префикс 5.1. Примерно в то же время у нас появился модем, который делает вот этот звук. Мы узнали, что такое флеш-игры и Масяня, смотрели видео, включали музыку через... Нет, не Winamp, а медиаплеер. И все такое. Но обо всем по порядку. Во-первых, Масяня. Куда без нее, да? Флешки с мультами. А ведь это были именно флеш-файлы. Приносили мне их на таком мини-диске. И потом я, собственно, пересматривал все серии, которые у меня имелись. Причем по сто раз. Потому что использовался флеш-плеер, и вся графика там векторная. Поэтому мы могли ставить паузу, зумиться, разумливаться без потери качества. А при паузе анимашки зацикливались. И можно было так прям развлекаться по максимуму. Если ты ребенок, мне было очень весело. Эх, ностальгия. Потом уже появились и игры, вроде Yeti Sports, где мы отправляли пингвина битой. Кто дальше? Симулятор гомосека. Я по-другому его не назову. В джунглях. А с известным русским актером на обложке почему-то, я не знаю почему. Как? Я вообще не догадался, что в игре что-то не так. И как-то надо... Слава богу, да? Но играть было интересно. Миллион частей Хьяо Хьяо, или как там ее только не называли. Тот самый мультфильм с человечками, которые дерутся, как Джеки Чан. И много чего еще было, конечно. Знаменитый плеер Винампы, диски с музыкальными сборниками, а-ля лучшие хиты весны 98. Тут я не могу разделить ностальгию по Винампу, потому что реально им не пользовался. И был занят просто разглядыванием анимаций воспроизведения Windows Media Player. А приложение с картой Москвы? Блин, не каждый поймет, но я его еле нашел. Тогда же нельзя было просто зайти на Яндекс.Карты, даже если ты выдернул телефонный провод и вставил в розетку модема, и маме никто не дозвонился. То есть покупаешь диск с программой МОМ или Model of Moscow, чего не МЭП, но окей. И смотришь, как проехать к друзьям на Бухич. Запоминаешь, записываешь или распечатываешь и отправляешься стусить. Как вернуться домой, лучше заранее тоже распечатать, мало ли что. Поиск по адресам, выделение интерактивных объектов и даже вид со спутника и реклама Самсунга почему-то. На моем диске такого не было. Помню, как интересно было все это разглядывать, даже просто изучать карту, как мелкий просто тырился, вырвался, прикольно. Классический медиаплеер или МПС. До сих пор, кстати, использую именно его. И вот уж кто точно ничуть не изменился, так это он. Мы тогда видос особо, в принципе, не смотрели, но ролик какой-то на диске через него включить могли. Мало ли кто что принес. Вон, концерт Tokyo Hotel, актуалочка. Саша, белый, черный. Про ACDC и Total Commander я уже рассказывал. Тут они просто версиями обновились. А вот некоторые уже начали использовать ACQ. До сих пор помню этот звук парохода просто на всю квартиру при подключении. Кто это придумал вообще? Кстати, оказывается, Аську недавно оживили и подарили ей сторонний сервак. Так что можно зарегать новый вин и использовать стандартные классические клиенты, чтобы ностальгировать по максимуму. Осталось только еще друзей заставить это сделать, и будет замечательно. А так все общались через e-mail или в онлайн-чатах. Мирка еще была, но я пользовался Аськой. Это настоящая ностальгия. Спасибо веб-архиву. Во что же я играл в то время? Ну, у меня была проблема с мелким жестким диском, поэтому одновременно я мог установить всего две игры. Когда одна надоедала, я ее удалял и ставил другую вместо нее. Кто там ноет, что в Xbox Series S мало места? Вот, было примерно то же самое. «Был у меня диск с игрой «Угнать за 40 секунд». Ох, и игра». «Приятель, у меня есть заказ из соседнего штата на такие машины». Вы, кстати, заметили, да, что все игры на русском языке и с крутой, хорошей русской озвучкой. Сам в шоке. «Перегоняем тачки из штата в штат, угоняем от копов, одна ошибка, все заново, адреналинчик, топчик, все как надо». «Любовь всего детства», «Метаун Мэднес», или как там на диске Фаргуса было написано, «Засранцы против ГАИ». Можете представить вообще диск с таким названием на полках магазинов? «Веселая физика», «Трафик», «Большой город», «Свободный режим круиза», потом еще и моды появились, но это было позже, и от копов можно было погонять, и карьера с крутыми всякими и сложными миссиями есть. Обе части прошел до дыр, особенно вторую. В перерывах между гонками можно было побегать в Call of Duty того времени. «Операция Дельта». Частей у нее тоже была тьма, конкретно у меня был диск с частью под названием «Кинжал». Даже папа, кстати, любил в нее погонять. Лазим по стелсу, крадемся, включаем прицельчик, целимся, всех аккуратно снимаем, миссию зачищаем, уходим. Класс. Примерно так же хардкорно, как и в Rainbow Six Black Thorn. Симулятор полицейского спецотряда, где можно переключаться между всеми членами, полностью распланировать операцию, командовать ботами, и при всем этом «One Shot One Kill». Спасал в данной игре только Автаим, который был из коробки и по умолчанию. А так вообще хардкор тот еще, я вам скажу. Миссия на корабле до сих пор мурашки. Откуда помню? А помню. Worms World Party. С легендарной русской озвучкой. Когда друг приходил в гости, или у брата вдруг находилось свободное время, ну, не устроить дуэль было просто невозможно. Да и даже одному с ботами было круто побегать. Про вторых дальнобойщиков, я думаю, рассказывать не стоит. И так все понятно. Самым большим праздником детства, кстати, у меня был момент, когда после прохождения игры я увидел, что на стоянках продаются легковушки из трафика. И их прям можно купить. Ох, сколько я там намотал на BMW. А сколько я стоял просто на стоянке и залипал на капле дождя на стекле. Казалось на тот момент, что это прям супер реалистичные капельки. И до сих пор на форумах обсуждают. Но по факту просто пиксели. Ну, вау. А потом случился апгрейд на Windows XP. И это уже было как вчера. Сначала сырая, потом уже сборка с красивой темой из Media Center Edition, кстати. Поэтому пуск у меня уже был красивым. А знаменитая обойна с этой самой полянкой еще более стильной. Уже через несколько лет интернет залетал ко мне по витой паре, а тарифы оплачивали по трафику. До сих пор помню, как брат пополнил интернет на кучу денег, а я потратил весь трафик еще до его прихода домой. Да. Там же появились локальные сети местных провайдеров с безлимитным доступом и высокой скоростью. Оттуда, кстати, я все игры софтом-то и качал в свое время. Ну, не только я. Но пока мы сидели на модеме, и интернет выглядел примерно вот так. Были сайты с анекдотами и смешными картинками, вроде Fomenko.ru. Помните такой? Ленингад. Ха-ха. Да. И сколько было порнуки вокруг, кстати, я офигел прям. На каждом популярном сайте. Везде огромные кнопки. Секс-картинки. Я от этого прям отвык. Я увидел и прям офигел. Там же были и онлайн-чаты для тех, что уже не использовал Мирку, например. Сайты с софтом выглядели примерно вот так. Кстати, вы знали, что ноунейм уже настолько старый? Torrance.ru еще не был рутрекером, а игры для телефона все качали с Dimon Video. Музыку все брали. Зайцев нет. Тут уже я познакомился с пакетом программы Dobby. Начиная с CS2. Тут у нас уже CS3. Все-таки в ней я провел больше всего времени в то время. Тут же я начал учиться видеомонтажу. Сначала в Windows Movie Maker. И респект. А потом уже в Sony Vegas 9 версии. Она, кстати, здесь завелась и даже очень шустро работает. Так как мы привыкли пользоваться Волков Командер еще со времен ДОСа, здесь у нас обязательно стоял Total Командер последней версии на тот момент. Чтобы смотреть видосики и фильмы, мы обязательно ставили K-Light Kodak Packs Media Player Classic, а с Аськи все резко пересели на Кип версии 2005 года. В начале хрюшных времен, XP просто хрюшей часто называли в свое время, мы играли в легендарную пятую Need for Speed, полностью посвященную Porsche. Тогда же на дисках продавалась погоня за пятым элементом с крутейшей графикой и эффектами. Было и 3D Donald Duck, и Они, шутер от третьего лица, в который почему-то было очень сложно играть в свое время. Бумер сорванной башни, который в детстве казался реально прикольной игрой, по крайней мере, стрелять было весело, да и наружу эти смотреть, ну тоже. Ну и, как говорил мой брат, GTA Vice City. У меня сразу был диск с кучей модов, сборка называлась Deluxe, кстати говоря. И даже миссию с вертолетиком я всегда проходил на Изи. Потом уже Underground с Most Wanted'ами и все такое, пока я не перешел, наконец, на Висту. Вот такие они были, мои первых 4 операционных системы и 4 периода жизни с ПК. Каждый из которых, естественно, запомнился чем-то своим. Каким-то своим системным звуком, своей игрой, которая отпечаталась в памяти, своими программами, в которых было трудно разобраться, и своими сайтами, когда уже появился интернет. Надеюсь, и вам ролик понравился, и вы понастальгировали вместе со мной, или узнали что-то новое, если вдруг не застали эти времена. Спасибо, что посмотрели, и не откажусь от вашего лайка, потому что ролик готовился около недели, а в процессе участвовало больше 3000 файлов. Я вообще не знаю, как я все это завел, но завел. И слава яйцам были свои подводные камни. Не забудь подписаться, чтобы новое видео не пропустить. А с вами был Илья Слейт. Всем удачи, хорошего дня и настроения. Скоро увидимся. Пока.